Всем привет, дорогие друзья! У меня сейчас в правой руке то, о чем будет наш сегодняшний обзор. И, конечно, вы уже посмотрели заставку и поняли, о чем примерно идет речь. Но эта штука заслуживает действительно большого внимания. Это Ulanzi L1. Это очень компактный, но в то же время очень мощный накамерный свет. Но слово «накамерный» к нему не совсем подходит, потому что идеально он будет работать скорее со смартфонами. И вот почему. При своих скромных габаритах он обладает очень высокой мощностью. Здесь очень яркий светодиод. Поэтому даже в полной темноте, если вы будете снимать на свой смартфон и включите его, и вот вы видите, что сейчас у нас яркое-яркое солнце, 38 градусов жары, и все равно, когда я направляю его на объектив, он выглядит очень ярким. Таким он и является. Вот так светит, к примеру, Godox L36, а вот так наш сегодняшний герой. И, мало того, здесь также очень хороший коэффициент CRI, индекс светопередачи, то есть он примерно равен 95. Но почему я решил снять этот обзор возле моря, возле воды? Тут шумно и не очень хорошо меня слышно. А вот почему. Он еще является и водозащищенным. И, как заверяет производитель, он может работать на глубине до 10 метров в течение неограниченного количества времени. Поэтому вы сможете спокойно снимать со своей камерой GoPro. И для этого вам не нужно никаких дополнительных водонепроницаемых корпусов. Мы все ближе подбираемся к чайкам. И, кстати, ребят, многие из вас называют больших чаек бакланами. Я и сам до недавнего времени заблуждался. Но баклан, вы видите, он черный. Все бакланы черные. Зайдите на Википедию и посмотрите. И вон он, видите, распушил свои крылышки. Наверное, хочет таким образом показаться чаечком более привлекательным. Но вернемся к нашему сегодняшнему герою. У него есть крепление с 1,4-дюймовой резьбой. Поэтому вы сможете его устанавливать на любое фотографическое оборудование. И в комплекте идет кабель для зарядки, а также вот такой вот кронштейн. Здесь на корпусе и в инструкции написано IP67. И на самом деле IP67 подразумевает кратковременное прижение на глубину не более 1 метра. IP67 это тот стандарт влагозащиты, по которому защищены, например, айфоны. А вот, например, на смартфонах Samsung или на смартфонах Sony, у которых тоже можно снимать под воду, уже класс защиты IP68. И именно этот класс защиты подразумевает длительное погружение в воду и нормальное функционирование под водой. Тем не менее, хоть здесь и написано IP67, но погружаться можно, по заявлениям производителей, на глубину до 33 футов. Это равняется 10 метрам. Здесь есть 4 уровня яркости. Вызабираются они нажатием на кнопку. И эта же кнопка при длительном нажатии включает или выключает устройство. Но, несмотря на высокую мощность, это также достаточно автономное устройство. На максимальной яркости оно может проработать 80 минут. Для зарядки здесь используется разъем microUSB. И он ничем не защищен, но он является также водонепроницаемым. В этом нет ничего удивительного, потому что на современных смартфонах также нет никакой резиновой заглушки. Но если светильник находился в воде, то обязательно нужно просушивать разъем феном. Я этого не сделал. Я понадеялся, что за 3 часа он высохнет сам. Но, как видите, это не произошло. И когда я подключил к нему зарядку, он аж оплавился. При этом он продолжает как бы заряжаться, нормально работает. Но, тем не менее, произошло короткое замыкание. Так что, если бы разъем был закрытый, было бы гораздо лучше. Но вот что интересно, если вы подключаете его к пауэрбанку или к зарядке, и при этом включите его, то он будет светить на минимальной яркости. Я думаю, это связано с тем, что он при одновременной зарядке и на максимальной мощности просто перегревался бы. И это сделано из соображений безопасности. Угол освещения у этого фонаря 60 градусов. Корпус выполнен из пластика, но при этом он производит впечатление достаточно крепкого устройства. И сейчас, мне кажется, настало время поговорить о стоимости этого устройства. Стоит он 40 долларов. Ну, плюс-минус. Точную цену вы сможете посмотреть по ссылочке в описании на Алиэкспресс в официальном магазине Уланзи. И когда я начал разбираться, я понял, что в той или иной степени этот светильник является копией Loom Club. И при этом стоит он в два раза дешевле. По своим характеристикам, Loom Club более крутое устройство. В первую очередь, потому что оно имеет глубину погружения до 100 футов. То есть до 33 метров. В три раза больше, поэтому у него металлический корпус. Но, на мой взгляд, у таких устройств самое главное – это яркость. И у Loom Club она в районе 750 люкс. Но при этом не указано, с какого расстояния. Например, у Уланзи L1 это 900 люкс с расстояния полметра и 300 люкс с расстояния 1 метр. В любом случае, оба эти светильника очень-очень яркие для своих габаритов. Также у конкурента этого устройства есть возможность управления через Bluetooth с помощью мобильного приложения. И там яркость регулируется от 1 до 100%. Здесь, я напомню, только 4 разных уровня яркости. Но стоит ли это переплаты в два раза – решать вам. Потому что, например, за те же деньги вы сможете купить два таких устройства и сделать себе комплект для съемки под водой с помощью GoPro. Или, как показано на сайте, вообще подвесить это все к вашему квадрокоптеру. Кстати, также здесь есть еще магнит. То есть вы можете этот крепить светильник без всякого крепежа к определенным металлическим поверхностям. Если вы внимательно следите за видео на моем канале, то могли заметить, что на самом деле я уже делал обзор аксессуаров у Уланзи. Например, вот этого крепежа – это, на мой взгляд, самый крутой и продвинутый крепеж для смартфона. Но также Уланзи выпускает еще более дешевый крепеж. И на самом деле он мне понравился даже больше. Потому что он еще более монолитный. И здесь есть полноценный холодный башмак. Напомню, что на этой версии он тоже как бы есть. Но там все это сделано не очень хорошо. Потому что из-за маленьких размеров пришлось пожертвовать его площадью. А здесь все работает отлично. Конечно, аксессуары Уланзи я проверил на своем опыте. Я использую их в повседневных съемках каждый день. И вы видите, что все больше и больше видео на моем канале уже сняты на смартфон. И я снимаю именно с помощью этих аксессуаров. Поэтому я их могу с чистой совестью действительно рекомендовать к покупке. Ну что, друзья, вот такой вот очень интересный недорогой свет. Сниму очки, чтобы вы видели, что это действительно я, а не мой клон вам сегодня про него рассказывал. Конечно, я бы с удовольствием сейчас дождался бы ночи. Взял бы GoPro, этот светильничек и снял бы для вас обзор под водой. Но здесь очень мутная вода, ничего не будет видно. Нужно ехать на другой пляж. Да и до вечера еще достаточно долго. Ну что, друзья, всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова